Несмотря на то, что за окошком все еще дождик, на нас уже месяц мая, соответственно, майское теплое солнышко, я надеюсь, что будет нас баловать очень и очень активно, и поэтому в преддверии первого летнего солнышка хотелось бы рассказать вам о SPF защите и рассказать вам о тех средствах, которыми я пользуюсь для того, чтобы защищать свою кожу от ультрафиолетовых лучей в дневное время суток. SPF защита для нашей кожи очень и очень важна. Это, собственно, обязательный ритуал, без которого не может обойтись ни одна современная женщина. И если вы не совсем беляночка, если вы проживаете в средней полосе, то вам будет вполне достаточно базового SPF 25-30, то если вы едете куда-то на отдых в зону экватора, либо в любую другую зону, где солнце отличается значительно больше активностью, чем в средней полосе России, то здесь SPF защиту необходимо увеличить до 40, а то и до 50. Конечно, мы не говорим о 100% SPF защите. К 100% SPF защите в первую очередь прибегают обладательницы азиатского типа кожи. Крема с SPF защитой 80-90 и 100 очень распространены и очень популярны в Азии, в Японии, и в Корее, и в Китае, так как именно в этих регионах светлая кожа является признаком аристократизма и загар как раз категорически не приемлется, то если мы говорим о зоне Европы и о зоне Америки, то там, конечно, женщины предпочитают естественный загар, предпочитают легкое тонирование нашей кожи с помощью солнца. Для того, чтобы наша кожа выглядела более здоровой, более ухоженной, для того, чтобы тон кожи выглядел более однородным, не секрет, что даже легкий загар очень сильно скрывает небольшие неровности нашей кожи, и даже при небольшом загаре наша кожа выглядит значительно лучше, чем без него. Если вы, конечно, белянка и у вас совсем-совсем светлый цвет кожи, либо если вы счастливая обладательница рыжих волос, то, конечно, вам о своей коже надо заботиться значительно более активно, SPF выбирать более высокий и не забывать его наносить и обновлять в течение дня. Также очень внимательно к выбору крема с SPF защиты и к выбору степени SPF защиты надо относиться тем людям, у которых уже появились проблемы с пигментацией, причем это не обязательно должны быть проблемы с пигментацией на всем лице, это могут быть отдельные зоны, и в том случае, если у вас появились уже некоторые проблемы с пигментацией, и даже в определенных зонах, то, пожалуйста, обратите особое внимание на правильный, на тщательный подбор кремов с SPF защитой, и не забывайте обновлять эту SPF защиту в течение дня, и, пожалуйста, не выходите на солнышко без защитного крема, и даже в пасмурную погоду хорошо бы нанести на ваше лицо хотя бы минимальную SPF защиту, в данном случае при пасмурной погоде и при полном отсутствии солнца SPF защиты 10-15 будет вполне достаточно. В случае солнечной же погоды хорошо бы использовать более высокую защиту, я думаю, что 25-30 вполне и вполне подойдет. Итак, моя SPF защита, оставайтесь со мной, я сейчас буду раскрывать вам все свои секреты. Итак, мои любимые средства с SPF защитой. Соответственно, раз средство с SPF защитой, значит, предполагается оно для именно дневного нанесения. В моей базовой косметичке по уходу за моим лицом, а сейчас мы говорим об SPF защите только для лица, для тела существуют отдельные продукты, значительно более объемные, и они могут быть не такие дорогие, то есть, если как таковой ярко выраженной пигментации на теле у вас нет, то, по большому счету, вы можете выбрать любую SPF защиту для тела, с той степенью защиты, которая вам нужна и в той консистенции, которая вас устраивает. Если мы говорим о лице, то здесь, конечно, выбор SPF защиты должен быть более тщательный, и в моем случае у меня есть SPF защита, которая является только SPF защитой, то есть, в ней нет никаких дополнительных функций, и также у меня есть базовые мои дневные средства по уходу за кожей лица, которые содержат в себе SPF защиту, и в данном случае это получается средство 2 в 1, но которыми я с удовольствием и с удовольствием пользуюсь. Последние 2 года меня очень и очень спасает, и мою кожу очень и очень активно защищает вот такая вот SPF защита от марки La Mer. Это SPF Protective Fluid, в данном флюиде SPF защита 50, флюид вот в такой вот пластиковой баночке, объемом 50 мл. Я данную SPF защиту очень люблю, последние 2 лета я ей очень и очень активно пользовалась, крышечка откручивается, здесь присутствует вот такой вот дозатор, с помощью которого я наношу на пальчик ровно столько флюиды, сколько мне нужно, и дальше уже распределяю его по всему лицу. Какие данные SPF защиты плюсы? Первое, то, что у нее достаточно высокий фактор SPF защиты, 50, в принципе 50 это мой максимум, SPF защиту выше 50 я не использую, она мне совершенно не нужна, так как какой-то ярко выраженной пигментации у меня нету, и даже во время моих недавних поездок в Центральную Америку, мне SPF защиты в 50 очень и очень хватало в любых ситуациях, то есть больше моя кожа точно не требовала. Вторая замечательная вещь в этой SPF защите, это то, что она очень легкая, она в консистенции флюида, то есть это самая легкая консистенция для SPF защиты, которая существует. Для меня это очень-очень хорошо, потому что, как вы уже знаете, я являюсь счастливой обладательницей комбинированной кожи, и поэтому дополнительное тяжелое средство в летнее время года моей коже совершенно не надо, и я предполагаю, что с большой долей вероятности более тяжелое средство может вызвать у меня различные высыпания или спровоцировать излишнюю жирность моей кожи. Так вот, вот это вот средство, оно отличное тем, что я его наношу поверх моего базового дневного увлажняющего крема на все лицо, и оно замечательно защищает мою кожу от солнечных лучей, и при этом ее не ожирнит, не утяжеляет, и я чувствую себя очень-очень комфортно. Еще одна SPF защита, в чистом виде только SPF защита, которая у меня есть и которая мне очень нравится, это вот такой вот City Block Sheer от марки Clinique. Здесь у нас есть фактор SPF защиты 25, это туба в объеме 40 мл. Я не совсем правильно сказала, это на самом деле не только SPF защита, это немножечко тонирующая SPF защита, но данная SPF защита, она имеет изначально зелененькую консистенцию. Если данная SPF защита от Lamer, она полностью белого цвета, то есть это беленький легкий флюид, который, кстати, не добавляет белизны вашей кожи, а он очень прозрачно наносится, очень прозрачно впитывается, о чем я забыла рассказать и что очень-очень важно для SPF защиты, то вот эта вот SPF защита, она зеленоватого легкого цвета, и поэтому, если на вашей коже существуют какие-то покраснения, либо вы счастливая обладательница гиперчувствительной кожи, а либо кожа с розацией, то подобная SPF защита в вашем случае решит сразу две проблемы. Первое, это непосредственно защита вашей кожи от ультрафиолетовых лучей, и второе, это нейтрализация красноты, потому что, как вы знаете, зеленый цвет отличным образом нейтрализует красноту, поэтому данное средство может быть отличной базой под макияж, которая с одной стороны защищает вашу кожу, дает SPF защиту, и с другой стороны нейтрализует все покраснения, которые на вашей коже есть. И еще одно средство, которое мне очень-очень нравится, и к которому я часто в последнее время прибегаю, это вот такое вот. Это тоже La Mer, это The Reperative Skin Tint с SPF защитой 30. На данный момент мне SPF защиты 30 вполне-вполне хватает, он у меня в цвете Light Medium 03, это туба в объеме 40 мл, это SPF защита вместе с увлажняющим тинтом. Она тонирующая, она очень легкая, и помимо того, что данная вещица защищает мою кожу от ультрафиолетовых лучей, она также мою кожу увлажняет и придает ей очень приятное, такое очень легкое сияние и свечение, и она убирает мельчайшие неровности, мельчайшие покраснения, выравнивает тон кожи, и опять же, если у меня нет времени, если я не успеваю сделать полноценный макияж, то мне достаточно нанести вот это средство на свою кожу, аккуратненько его пальчиками растушевать, и тон моей кожи будет выровнен. При этом данное средство совершенно не видно на коже, что очень-очень хорошо. Моя кожа будет защищена, и моя кожа будет увлажнена. Это такой вот некий аналог BB крема. Ну, в Ламере конкретно BB крема нету, поэтому я так понимаю, что вот этот вот The Reperative Skin Tint это вот такой вот аналог марки Ламер в том, что касается BB кремов и SPF защиты. Такое тоже средство два в одном, которое мне очень-очень нравится. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди еще очень-очень много интересного.